с добрым утром все наверно заметили что когда я рисую у меня мои карандаши снабжены вот такими наконечниками разными самыми разными ну короче говоря то самая резинка в школьных карандашах кстати говоря она всегда присутствовала вот давайте-ка поищем в моей коллекции такой старый карандаш вот вот она ну что очень удобная вещь другое дело что эта резинка как правило была очень некачественная да и стирать ее практически невозможно хотя сам вот этот вот процесс рисования с резинкой на конце особенно в моем в моей манере рисования когда я это делаю быстро то держать резинку в другой руке в левой особенно на пленере и как это сейчас говорят скетчинг да на городской скетчинг вот или когда портрет рисуешь ну в общем говоря это неудобно и очень удобно когда есть резинка на конце мой совет иметь такие штуки эти наконечники бывают самые разные продаются вот такие вот ну достаточно удобные их можно одевать ну сами знаете короче говоря вот такие и что удивительно у них совсем неплохая сама по себе резинка ластик а сейчас мы попробуем сделать свой собственный более удобный как всегда когда мы это делаем сами для этого мы возьмем резинку ну достаточно такого профиля широкого совсем узкие не подойдут да я хотел поначалу использовать вот сверло такое примерно пяти шести миллиметровые да а потом я наверное можно если хотите попробуйте но я придумал другую штуку я взял полую трубочку от антенны от старый вот тоже где-то около шести миллиметров диаметром вот такая вот трубочка до выдернул ее отсюда с помощью надфиля сделал вот такие вот зубчики короче говоря я сделал такой вот бур но теперь давайте посмотрим как он у нас работает ну для этого мы возьмем эту резиночку придадим ей все таки более квадратный хотя это совсем не обязательно абсолютно не обязательно я вот для этой под для этой я сделал квадратный профиль до можете сделать любой какой вам нравится ну давайте оставим такой профиль ради интереса да по центру где-то вот с помощью теперь вот этой вот нашей нашего самодельного сверла сделаем очень легко сверлиться между прочим пластик вот этот вот главное я так думаю что не не ошибиться в направлении сделать его строго параллельным прорезалась достаточно глубоко вот посмотрите вон насколько да можно прорезать еще глубже и наверное даже насквозь не знаю на любителя наверное мне хватит такого да вытаскиваем ну осталась задача как вот эту вот штуку извлечь во первых можно просто пальцами да но не получается ну я использую пинцет или нечто чем можно отсюда по сути дела вот это выковырить как нибудь чем угодно наверно тем более вот этот пластик ну и собственно резина она легко пластична ну и все в общем то вот и все мы получили такую штуку которую мы можем одевать на любой карандаш в чем преимущество ну вот можно сейчас ее подрезать наверное можно ее укоротить чтобы она была легче потому что некоторые резинки тяжелые и в общем то не всегда удобные поэтому можете ее обрезать пополам можете даже нарезать совсем маленьких таких вот штучек ну давайте вот сделаем такую еще то о чем я сейчас говорю про маленькие вот мы сейчас и и обрежем я кстати пользуюсь вот такой вот дедовской бритвы и шикарной советской она ну сам по себе металл великолепная во вторых и и очень легко точить незаменимый инструмент во всех для карандаши подстракивать карандаши я ее часто ношу с собой как-то меня милиционер спросил увидев у меня в пенале эту бритву так зачем это вам такая бритва ну вот сделали такую поменьше будет она у нас да давайте то же самое проделаем процедуру я думаю что сверлом я даже пробовать не буду ну кому лень сделать себе такой вот бур то могут вот я почти насквозь ее прорезал но я не буду наверное до конца про прорезать опять же вот она отсюда а вот с дырочки получилось кстати обратите внимание мы получили одновременно и вот такой кругленький для кстати говоря есть такие карандашики куда можно это вставить да и получили вот такой вот для наших карандашей он легче гораздо ну таких можно сделать из одной резинки много вот все уверяю вас рисовать с таким вот наконечником гораздо удобно опять же обратите внимание если вы сделаете и гораздо глубже но у меня такой потребности нет вот ну например такой глубины то вы можете ее использовать как предохранитель для кончика карандаша ничем не хуже этих но преимущество мы имеем возможность выбрать хороший ластик здесь ластики тоже хорошие но не всегда а вот любимый ластик выбрать всегда можно и и вот так сделать вот пожалуй все на сегодня все пошли рисовать